И еще о крупном культурном событии, скандалы, интриги, именитые гости. Пятый по счету фестиваль киноликбез, стартовавший в краевой столице, обзавелся всеми атрибутами большого светского события. Есть ли у Барнаула шанс стать новыми каннами, разбирался Илья Кочетков. К нам едут Жерар Депардье и Саша Грей. Слух о том, что на киноликбез приедут эти знаменитые личности, взбудоражили не только киношную, но и остальную общественность Барнаула. Кто-то поверил, кто-то нет, но внимание это подогрело. Может поэтому в интернете даже заговорили о тайных источниках финансирования, но нельзя же на одном энтузиазме делать такое. На открытии бессменный организатор фестиваля Вячеслав Корнев был, как всегда, загадочен, намекнув, что источник денег — северокорейский режим. Почему, а почему бы и нет. Да и обещанные гости, вот они. Правда, звезды, устав от долгой дороги, выглядели слегка картонными. Как признался Корнев, он был бы и рад пригласить настоящих людей, но пока просто не на что. Это такой фестиваль, как киноликбез, просто помыслить себе не может. У нас все ресурсы уходят, известно на что, и на какие отчетные мероприятия, и на то, что мы можем, буквально собирая по копейкам, иногда сами вкладываясь, вот мы это можем сделать. Зато на фестиваль прибыли те, кто просто делает искреннее кино, а это уже немало. В программе около 50 кино и мультфильмов, как из городов России, так и из-за рубежа. Иные конкурсанты из Москвы, Астаны, несмотря на затраты, привезли свои фильмы сами. Для них это возможность получить необходимый отклик на свое творчество. Нам чертовски интересно быть на киноликбезе, потому что у этих ребят совершенно свое видение того, что мы сделали. Нам в процессе работы очень хотелось в конечном счете понять, а что же мы такое сделали-то. И вот, наверное, киноликбезом все точки над «д» сейчас расставил. Несмотря на середину дня и на то, что на этот раз фестиваль проходил в галерее Республика ИЗО, а это довольно далеко от центра города, зал был полон. В ближайшие дни зрители ожидают еще больше. Многие признаются, для них это событие даже важнее, чем Каннский фестиваль, который стартовал с киноликбезом одновременно. На Каннском фестивале обидели Ларса фон Трейра, а на фестивале ликбез никого не обижать, ни одного режиссера, ни одного автора. И этим он гораздо лучше и интереснее. Фестиваль продлится четыре дня. В субботу будут подведены его итоги, где мы узнаем, какие из фильмов станут лучшими на этот раз. Продолжение следует...